Тема сегодняшней лекции это использование наноэлектроники и нанотехнологий в военных целях. Многие из вас испугаются и подумают, что раз военные, значит это оружие, значит это совершенные способы уничтожения. Но это не совсем так. Дело в том, что существует такое понятие, как военная безопасность. И вообще издавна при создании государства одна из целей военных владеть современными технологиями, не обязательно их применять, а просто чтобы другие страны знали, что у нас эта технология есть, поэтому нападать на нас нельзя, потому что мы можем это использовать и вам будет плохо. Поэтому то, что военные всегда сотрудничают с наукой, и поскольку нанотехнология, я уже говорила, что это прорывное направление вообще современного мира, то что от этой темы не уйдет никто никогда. Мы просто для себя так же, как космос, открыли другой мир, и в этом мире теперь будем существовать. Никогда не будут закрыты космические исследования, и никогда не будут закрыты исследования в мире атома. Поэтому это нужно принять. Поскольку это перспективно и открывает нам новые возможности, то в первую очередь заказчиками являются военные. Но тем не менее, если новое открытие, прибор или материал не представляет собой угрозу, а для этого существует специальный комитет под названием «Нанобезопасность». Потому что в первую очередь мы должны понимать, что все новое, то, что открывается, в первую очередь не должно навредить здоровью человека, потому что мы это делаем для себя и не хотим, чтобы мы сами себя уничтожили. Поэтому то, что в открытом доступе, и то, что можно рассказать, и то, что является, в принципе, разработками для мирных целей, многое из этого открыто, и я с удовольствием вам расскажу некоторые направления. К сожалению, вы должны понимать, что... Не то, что к сожалению. Даже если мы говорим о мирных разработках, то в любом случае это ноу-хау какой-нибудь фирмы, собственность, либо собственность какой-нибудь страны. Поэтому, если мы говорим о новых разработках и новых технологиях, мы можем это говорить только в описательном смысле. Очень интересное такое словосочетание «умная пыль». И вы сразу, наверное, представляете, что это, как в сказке по волшеству, что-то само происходит. То есть пылинки, которые вокруг нас летают, вдруг мы сказали «оживите» и делайте вот это и вот это. В принципе, все, что называется словом «нано», практически так оно и есть. Только то, что раньше вы читали в сказках, и просто человечество могло придумать это, но не могло понять, может ли это быть на самом деле или не может. Сейчас многое из этого становится реальностью. Итак, «умная пыль». Если говорить официально, то это некая сеть из малых беспроводных микроэлектромеханических систем, МЭМС и дополнительных устройств, которые могут взаимодействовать между собой и получать необходимые данные. А для вас я объясню это примерно так. Если вы представите себе песок на пляже, то размером с песчинку будет некое устройство, которое вы можете назвать механическим нанороботом. Мы с вами уже проходили в одной из лекций, когда мы рассказывали про нано-доставку с помощью нанороботов лекарств, или так называемая адресная доставка лекарств, то «умная пыль» ее можно назвать неким механическим устройством. И в том числе те роботы, которые доставляют лекарства, это тоже «умная пыль». Пыль – это имеет с собой свойство, скажем так, просто размеры. У них маленькие размеры. И вот эти маленькие компьютеры, которые имеют действительно свою структуру, свой механизм и свое управление, они имеют свои задачи, они могут выстроиться в цепочку. Что значит выстроиться в цепочку? Они не сами выстраиваются в цепочку. Это зависит от тех целей, которые мы хотим решить с их помощью. Если мы хотим их использовать как доставка лекарств в организм, то значит мы погрузим в них, на них, либо в них капсулу с лекарством, и столько, сколько нужно сделаем вагончиков, и они повезут лекарства, допустим, до сердца, если больное сердце, либо до печени. Если у нас задача – оценить состояние окружающей среды, соответственно, мы к ним прикрепим датчики, либо сенсоры, которые будут нам оценивать загрязнение окружающей среды. Либо, наоборот, принесут нам информацию, что это абсолютно экологически чистое место. Если нам нужно, чтобы погрузить воду, соответственно, мы прицепим к этому маленькому компьютеру те датчики, которые специально разработаны для воды. То есть вы должны понимать, когда мы говорим «это умная пыль», то вы посмотрите на картинке, что это маленькое устройство, там даже поставлен размер где-то 1 мм, оно получается там в итоге, ну, 1-2 мм. Оно оснащено специальными батарейками, потому что оно должно за счет чего-то двигаться. В ней заключена специальная микросхема, и дальше специальным способом наносятся определенные датчики, которые решают различные задачи. Вариант одного такого элемента вы можете посмотреть, схематически он представлен на рисунке. Вы можете посмотреть, что это специальная батарейка, на нее нанесена специальная солнечная панель, тоже какой-то датчик, соответственно, фотоприемник и активный передатчик информации. То есть, в принципе, это некое устройство, которое собирает для нас информацию, а когда оно возвращается, мы эту информацию выводим на компьютер и получаем то, что мы хотели получить. То есть «умная пыль» на сегодняшний день есть. Это совокупность различных приборов, которые могут взаимодействовать между собой, которые могут оценивать экологическую обстановку, служить в медицинских целях. Они могут быть разведчиками, разведчиками для военных целей. Мы также их можем отправить на территорию, скажем так, интересующую нас, чтобы они собрали информацию. Они могут служить для космических целей. То есть практически затрагивать любую область жизнедеятельности человека.